Дима, что мы тут делаем? Здесь, наверное, жутко дорого. Объясни, пожалуйста. Здесь не наверное, здесь очень дорого, я тебе хочу сказать. Нет, здесь, конечно, очень здорово, но как-то холодно. А так? Ничего. Так еще лучше. Лучше. Как здорово. Так. Димка, скажи, пожалуйста, откуда у простого программиста деньги на такое дорогое шампанское? Во-первых, я не простой программист, а талантливый. Да чего скрывать, гениальный программист. Даже гениальный? Гениальный. Да, и почему же это гениальный программист не может побаловать свою жену? Почему не может? Может. За нас. За нас. Это что, такое шампанское, как на моем дне рождения? Да. Дима, оно очень дорогое. Да, да. У нас за квартиру не заплачено. Ну-ка, давай рассказывай, что за повод. Да много поводов. Вагон и маленькая тележка поводов. Так. Короче. Во-первых, я тебе видел, что я у тебя гениальный программист. Вроде бы говорил. Так вот, сегодня я закончил то, над чем так долго работал. Операционную систему. Так. Так что деньги сегодня считать не нужно. Их мы будем считать завтра. Тем более в больших количествах. Потому что Артем завтра продаст ее дядькам с большими деньгами. Я тебя поздравляю. Ты моя нитька. Я знала, что нужно выходить замуж за хорошего парня. Я думал, девушка может быть плохие парни. Ну, много ты знаешь. Да? А во-вторых? Что во-вторых? Ну, во-первых, ты закончил работу. А во-вторых? Во-вторых, в-третьих, миллион миллиардов. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Знаешь, что я сейчас хочу больше всего на свете? М-м-м, сам плоскоп. Да дурак. Нет. Я хочу, чтобы этот день никогда не заканчивался. Завтра будет еще лучше. Точно? Точно. И, наконец, о самом главном. Наша операционка занимает микроскопический объем памяти. Установить абиа может куда угодно любой желающий мгновенно. Я надеюсь, моя презентация донесла до вас весь потенциал нашей операционной системы. Я правильно понимаю, что кроме основной есть мобильные версии, версии для смартфонов, ну и так далее? Нет, одна и та же версия для любой аппаратной части. Она универсальна, компактна. Она прямо и обратно совместима со всем имеющимся софтом и железом. Неуязвима для вирусов. Она сама, как вирус. Это уникальный продукт, который буквально за несколько лет сделает нас с вами одними из самых богатых людей в мире. Я уже всему кредитному отделу мозг вынес по поводу отсрочки. Хреново, значит, вынес. Все они нас пытаются до сих пор обанкротить. Это я виноват, что у нас денег нет? Это Димка с разработкой программы затянул. Давай так. У тебя свои головники. У Димона свои. Ты, юрист, давай разруливай. Вообще, чем мы сюда приехали? Чего мы встречались с переговором? Правильно? Ну вот, и обязательно с победой. Так что бабки будут. Не парься. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что сейчас ваша система ничего не стоит. А почему вы так думаете? Да потому что о ней никто не знает. А у вас, как у разработчика, нет денег на ее продвижение. Так что не стоит переоценивать ее потенциал и обещать нам золотые горы. Ну, я надеюсь, вы тоже понимаете, что деньги не только у вас есть. Абия уникальна. Единственна в своем роде. Что же касается распространения, то я думаю, здесь проблем не будет. Потому что это можно сделать вот так. Я же говорю, наша система сама, как вирус. Впечатляет. Ну что ж, пожалуй, такие светлые головы, как ваша, и правда, стоит держать в своей команде. Я всего лишь директор компании. Кстати, разработчик мой брат. Так что вы фактически платите за его гениальную голову. Ну, тогда нам есть что предложить за голову вашего брата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Привет, парочка! Здравствуй, парижка! Давай, Арбатник, давай! Между прочим, я сегодня доделал второй том системы. Вот, зацените! Неужели? Что это за аби? Аби — это древнерусское слово, означающее тотчас, сразу же. Так как наша пационка. Быстрая и мобильная. Слушай, мне нравится. Красиво звучит и со смыслом. Я бы назвал бойни. Типа, бери это, бери конкурента. Супер. Пойдем покажу, как эта штуковина работает. Да еще, а что это дело? Да пойдем, пойдем. В случае чего, на хакера твоей надежды никакой. Пойдем! Возьми стул покрепче, хвати его. Давай второй рукой. Знаешь, как наша бригадир учился лет? Ну, как? Он угаривал, если хочешь попасть на горненькая. Возьми покрепче ствол. Вот еще. Удавил второй рукой. Представь все. Наказательный пальчик. А, все, да. Отлично. Дошки пошире. Вот это немножко назад. Вот, чтобы был упор противоотдачи. Давай. А это тебя так бригадир учил? Что? Бригадир так учил? Да, в технике преподавания, конечно, я его немного превозошел. Готово? Угу. Шмаляй, давай, давай, давай. Отлично. Вольно. Давай еще назад. Дим, оторвись от экрана, а то жены уведут. Расслабься, жена друга это святое. Ну, что, братиш, не томи, продал, а? Хотя бы миллион дали? Дали. Даже полтора дали. Отлично. Только вот я не продал. Тем, ты что, гонишь? Ну, они предлагали полтора миллиона за все на корню. А нас, получается, за борт. Я ей отказал. Но у нас кредиты, Тем. Кредиты? Да мне машину заправлять нечем. Блин, ну, нафига я с работы уволился? Сидел бы сейчас до сих пор в консалтинге, как у Христа за пазухой. Артем, я, конечно, в вашем деле не спец, но деньги хорошие. Готовая система стоит не полтора миллиона, а полтора миллиарда, как минимум. Заказы будут, надо просто подождать. Артем, мы квартиру заложили ради этого проекта. Дима. Да нас выселят. Да никто вас не выселит. Ну, в крайнем случае, поживете месяц, второй у меня. Разберемся. Правда? Ты просто всех кинул, вот и все. У нас такой умный, сам разбирайся. Держи. Давай. Варя, пойдем? Ива. Так ведь я квартиру заложил. Мне тоже у тебя пожить? Варя, пойдем? Только делать. Варя, пойдем? Не найдем. Ура, пойдем? Ура, пойдем? Ура, пойдемrestrial! Ура, пойдемzione! Ура, пойдем Три так лошалась тем, утракая нечащая путьerman ячащина. Здорово, Паша. Здорово, пацаны. Здорово. Как вы? Все работаешь, да? Ну и как оно? Дела идут, бабки капают? Да никак пока. Новое сообщение. Вот. Клик. Считать. Ты принял окончательное решение. О, а вы? Советую хорошенько подумать перед ответом. Паша, Паша, ты себя со стороны слышишь? Помнишь коммерса того лысого, которого мы кашевали? Тоже, мол, денег нет, работа не идет. А ты ему разок с ноги заехал, он тут же деньги нашел. Ты на что намекаешь? Ты с кем меня сравнишь, а? Да ты, Паша, не пыли. Ты сам в коммерсы подался. Тебя из банды никто не гнал. Денег у нас взял, процент обещал сам. Так что ты понимаешь, за базар отвечать надо. Я за него всегда отвечал, сказал буду. Новые технологии, большие бабки, поэтому потерпите, не развалитесь, а? Ну что я тебе буду объяснять элементарные вещи? Ребята реально могут остаться без жилья. Могут, только не я это все заварил. Я заварил, но я уверен в своей правоте. Да. Мы на финишной прямой, мы одна команда, и мы все зависим друг от друга. И Паша и Дима сейчас зависят от тебя. Но ты же классный юрист. Матвей. Ключевое слово – команда. А ты сегодня принял решение единолично. Погоди, Матвей. У нас проблемы. Ты можешь сейчас подъехать? Я сейчас за 100 километров от Питера у родителей на даче. А что-то случилось? Несанкционированное проникновение. Ладно, я в офис. Давай позже договорим. Слышь, а может к нам вернешься? Работы хватает. С деньгами решим. Да не, ребят, давайте без меня. А? Да, чего у тебя еще? Кто-то проник в систему. Мне пришло сообщение. Проник? В офис? Подожди, мне тоже пришло. Надо звонить в полицию. Боже, а можно за Димой или Матвея, а? Да включи ты голову. У Димы есть доступ. А с Матвеем я разговаривал как раз, когда пришла смс-ка. Ну ладно, еду. Давай, я тоже на подходе. Дим тебе сейчас позвоню. Давай. Проблема? Я ж сказал, по бабкам уже все заряжено. Все, ребят. Ладно, ты только давай сам звонишь, чтоб мы тебя не искали. Дима, извини, но кто-то решил вас обойти. Что случилось? Кто-то пытался проникнуть в систему. Мне пришло сообщение о взломе. Именно сегодня. Дима, я не верю в совпадение. Что такое случилось? Не понимаю. И ... Продолжение следует... Продолжение следует... Я ведь не мог этого сделать. Не мог. Когда родители Артема и Дима погибли в аварии, я взял детей-брата к себе. Ребята жили душа в душу. Накануне убийства между потерпевшим и подсудимым имел место серьезный конфликт на финансовой почве. Артем нашел покупателей на демоверсию. Потом наш офис разгромил. Дима просто решил сообщить. Был уничтожен сервер с перспективной программой. Система придумал оба. Наша компания в больших долгах. На незарегистрированном пистолете были обнаружены отпечатки пальцев всего одного человека. Воронкова Дмитрия Валерьевича. Простите, я не могу. Признаю цель нужна в совершении умничтоженного убийства Бородкова Артема Валерьевича. Тихо, следы отстань. Рыбнешься, убью недроговый. Слушай меня внимательно. Вопросом на вопрос не отвечать, понял? Понял. Где флешка? Там твоя флешка. Ты глухой, а? Не понял? Попробуем еще раз. Я вопрос повторять не буду. Мне нужно знать, куда ты дел флешку с этой... Как она называется? Да забыл, не понял. Алиби, бытие. Не знаю. Абе. Молодец. 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 Короче, колись, Диана. Я клянусь, я не помню, Диана. Правда? Ты нахудшую не гони. Не скажешь, сегодня мы завтра придем, послезавтра. И так до тех пор, пока тебя не осенит. Я не могу. Я не могу. Там... 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 Я тебя вытащу отсюда, вот увидишь. Али, это бесполезно. Не важно, что ты сделал. Главное, чтобы ты был на свободе. Ты думаешь, что это сделал я, да? Нет, не думаю. Я просто должен вспомнить, понимаешь? Просто должен вспомнить. Я каждый день пытаюсь вспомнить, перекручиваю себя в голове. И иногда мне кажется, что это я убил Артема. Это сводит меня с ума. Мне надо просто вспомнить. Ты вспомнишь только сейчас. Это не самое главное. Что может быть важнее сейчас? Я беременна. Срок 15 недель. Чего? Димочка, я, я очень боюсь. Пожалуйста, давай что-нибудь придумаем. Ты знаешь, где флешка? Все о ней говорят. Берли, зачем тебе флешка? У нас будут деньги, мы наймем адвоката, мы подкупим судью, но мы тебя вытащим отсюда. Это тебя Паша втирает? При чем тут Паша? Я не хочу рожать одна. Я не хочу растить одна. Ты мне нужен. Флешка моя, я очень сильно тебя люблю. Паши, нельзя доверять. Ему нужна только сплешка. Он ее не получит никогда. Что же нам делать? Не знаю. А я о чем знал бы, а я о чем не знаю. Я знаю, что я очень тебя люблю. Хочется. Димочка, михань моя. Все, свидание окончено. Давай на выход. Ваня. Ваня. Что он тебе сказал? Ты бы лучше подумал, как его вытащить оттуда. А он обо мне подумал? Или может о тебе? Или об Артеме? Он подумал? Он точно не виноват. А может это я Тему завалил? И в себя до кучи стрелял? А теперь долги его разгребаю. Может это я? Поехали. Поехали! Держи. Скажешь, от кого сгонешь в одиночке. Понял? Слушай, дай ты им то, что они хотят. Они от тебя отстанут, а ты здоровее будешь. Не могу, я и не помню. Здесь у Жоржа люди настойчивые. У Жоржа? Пахан местный. Вся зона под ним. Послушайте. А вы не знаете, что это такое? А с какой целью мы интересуемся? Он нашел, вот интересный стал. Будь здесь женская зона, я бы насторожился. А так, окситоцин роды стимулирует. Ну или вызывает преждевременно, если большую дозу принять. Зэчки так выкидыш делал. Свободен. Жорж, эта сяфка базарит, что даст расслаб только тебе. Совсем оборвел. Жизнь, брат, такая штука. Если ты не хочешь ее, она не хочет тебя. Где флэшка? Я хочу сделать вам выгодное предложение. А ты мне. Я найду флэшку, продам ее. Прибыль пополам. Тебе и мне. Сколько стоит твоя флэшка? Пока полтора миллиона долларов. Ну, как только дело закончим, будет дороже. Мне нравятся цифры с нулями. И ради чего ты делаешь такие предложения? Мне нужно бежать. Ну, раз так проспичило, беги. Закончишь дело, не закончишь, мне плевать. В любом случае, мне отдашь лимон. А кинешь, мои ребята тебя и на воле найдут. Транспорт у нас по расписанию уходит. С утра с зоны, вечером обратно. А вот нам на постоянку, простите, не знаю имени, отчество. Капитан Маркин, можно капитан, можно просто Маркин. А это за что сидит? Самому с чужой дела. Ясно. За пару комодеряки. Вас выпустят. Охранник все знает. Морду ему начистишь для виду, там бросишь. Сам за руль и дуй до заброшенной военной базы. Там кое-какие продукты заготовлены, одежка. Оттуда пешкодралом рванете до поселка. Там у околицы возьмете вазик и до трассы. Ну, а дальше летите куда хотите, вольной птицей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходим! Отправляйтесь, пять минут даю. Быстрее! Догонько дашь мне в челюсть, вытащишь водилу, приложитесь нормально. Он не в деле, лучше дай отключки. Запасные ключи под сиденьем. Чуть отъедешь, я буду стрелять. Не дергайся. Езжай спокойно. Кого-то там принесло, а? Начальство. Быстро в машину! Подстава! Там вас есть! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помощи! Помощи! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Положительная четверо. Грибов, Суслов, Ткачух из третьего отряда. И Воронков из «Семерки». Водитель Маслов, звездом следователя из Санкт-Петербурга. Капитана Маркина по делу Воронкова. Сергей Алексеевич, машина в Древеске. Что делать? Какая черта машина? Где беглецы? Где капитан? Бросился в эту погоню за беглецами. Поднимайте всех! Джорджа ко мне притащите! Косяк! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Идем по одному. Без суеты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали! Поехали! Стой! Ныряй теперь за ним! Тебе надо! Ты ныряй! Жорж сказал глаз с него не спускать! А что мне твой Жорж? Он на зоне король! А здесь воля! Здесь он мне никто! Давай ползи! Жорж, тебя где хочешь найди! Поехали! 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 Мне кто обещал порядок поддерживать? У меня порядок! А у вас? Ты дураком-то не прикидывайся! Ты про побег говори! Начальник, фильтруй базар! Или бунт на зоне хочешь! Не знаю я ничего про побег! Ботаник этот новенький по всему толпу сгоношил! Вот его лови и ломай! А правильную братву не задрожь! У меня всё ладно! Это папа. Поехали! 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 Ну вот, одни меньше. Сейчас сюда подъедут морпехи из соседней части. Я договорился с командиром. Значит так, разделяй людей на две группы. Одну отправь по этому берегу, другую по другой стороне. Трассу перекрыть? Да чего пылить? Куда они денутся? Этим сумасшедшим нужно пройти более ста километра до ближайшей трассы. А у них еще и потери. Да, кстати, не забудь отправить людей в старую воинскую часть. Оттуда дорога ведет на трассу. Я думаю, что они могли туда пойти. Ну, командуй! И чтоб завтра с утра все трое беглецов были у меня. И не обязательно живые. Вместе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Ваксин. Где тебя черти носят? Выявилось дело. Я вспомнил сразу о тебе. Ты ведь мечтал об оперативной работе. Так точно, товарищ капитан. Ну, так вот, тебе повезло. Свежий, прекрасно сохранившийся труп на задворках аэропорта. Романтика! В смысле? В смысле? В смысле, бери, пока дают. Так, просто? Просто, Ваксин. Ничего не бывает. Посмотри, не обожайся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, этот придурок утонул. Смотри, чтоб не воскрес. Жоржа тебя сгноит. Ему не понравится, чтобы парня бросили. Надоел ныть. Уходить надо, пока не нагрянули. Где там схрон? Жоржа все подготовил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. Опередили, тварь. Клянем. Воскрес. Спалят нас и делают. Что делать будем? Валите отсюда. Здесь, кроме пули, ничего не обломится. Стас! Шуров! Замер. Замер. Пулю хочешь получать? Ты кто такой вообще? Ты че хочешь? Я следователь. По твоему делу, из Питера. Капитан Маркин. Приехал на доследование. Случайно увидел, как вы сбежали. Ну зови своих, тварь! Все. Долг платежом красит? Ну ты же меня и не добил. За мной иди. За тылу. Ага. Черт. Быстро. Пошел. Пошел. Стоять. Свои мужики. Свои. Свои. Свои, свои мужики. Тихо, 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 тихо. Свои. Ты документы покажи. Свой. Документы? Хорошо. Будут тебе документы. Вот. Свои. Свои. Чего ты? Свои. Да достали уже эти твари. Бросьте. Спасу от них нет. Какие твари? Вы о чем? Да варьё местное. Пролезает сюда, на дальнюю стоянку и ворует все, что плохо лежит. Мне из-за них даже в такую погоду обходят, чаще приходится делать. Вот иду я. А он тут. Лежит. А у меня смена между прочим кончилась. Я домой пора уже. Тихо. Что? Слышите телефон? Да. Тихо. Нам-то да. Жрать хочется. А. А, на схарке сто верст по тундре протопал. Чего с ботаном? Плевать, теперь каждый сам за себя. Даже не думай, слишком много геморроя. Даже не думай, слишком много геморроя. Ты ж сам сказал, теперь каждый сам за себя. Да, кому-то данное дело есть, а, скинем в колодец, год искать будут, не найдут. Черт. Мама, помогите! Заткнись! Заткнись! Папа! Папа, помогите! Умир! Я тебе говорил, валить надо! Давай разочек. По-быстрому. Вы все равно уже наследили. Не трогайте меня! Не трогайте меня! Зашел к ней? Ты спячел? Виллы убери! Ты на кого попер? Что ж сказал, а ты пуп земли? Здорово, мужики. А че, у вас-то холодно, Бенни? Девчонку заморозите. Один, не переживай. Это тебе переживать надо. Ты кого на хвосте приволок? Да, одень я. Давайте так. Я его забираю, девчонку тоже. Обещаю, никого не трогать. Может, тебе еще за это спасибо сказать? Черт. 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 Продолжение следует... С нами пойдёшь, поможешь раненую нести? Я не пойду с вами. Чего? Он умер. Слышишь меня? Этот второй побежал, но может скоро вернутся. Хочешь здесь его подождать? Эй! Вот это... Давай, давай. Давай. А это кто? Дамочка, немедленно покиньте место в преступлении. Вы полосатой ленточки не видите? А? Он вышел из аэропорта, но почему-то пошел не на парковку, где его мог ждать водитель, а сюда на стоянку. Почему? Почему? Он вообще кто? Подполковник Кириленко, руководитель спецотдела Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу. Можно, конечно, просто дамочка. А впрочем, нет, нельзя. Простите, мне не докладывали. Судя по всему, убийцы и жертвы летели одним рейсом. С чего вы взяли? По несаженному до конца авиабилет. Нашла в урне. Элементарный, Ватсон. Я Максим. Знаю. Итак, мне нужен список всех пассажиров рейса 167. Убийцу будет легче найти по его физическим данным. Это мужчина, размер одежды 48,52, рост 180,185, размер обуви 44,45. Да откуда вы знаете? Зачем еще раздевать труп? Послушайте, это мое дело. Мое. Уже нет. Позвоните на чекство, она в курсе. Алло, товарищ капитан, это Ваксин. Да? Нет. Так точно. Так, что у вас произошло? Нашли на территории неизвестного. Так. Сказал, что свой. Ну? Начал показывать документы, потом ударил по шее, больше ничего не помню. Он его одним ударом вырубил. Спец какой-то. Куда он пошел? На нем был обнаружен сбежавший Воронков. Потом появился этот. В форме. Как выглядел? Сложно сказать. Здоровый был. Да, здоровый. В форме. Толку от вас ноль. Товарищ майор. Да? У него мой пистолет. Со своим начальством разбираться будешь. Сорок третий, это семнадцатый. Как слышно? Мне уже старший по смене. Кто там у вас? А меня похоже переводят. С зоны был совершен побег и в деревне в двадцати километрах от нее произошло убийство. Это зона, куда направлялся капитан Маркин. Не похоже на совпадение. Кстати, ваш капитан Маркин сейчас преследует беглецов. Мой капитан Маркин сейчас лежит перед нами. И он мертв. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сильно решить надо. Опытно. Я в деревне с фельдшером работаю. Ну и зло будем использовать. Ну, в больницу надо. Он умрет. Рану зажми. Рану зажми! Держи. Усей. Рану зажми! Давай! Все, все. Ой, а что все? Ему антибиотики нужны. Иначе заражение будет. Где я тебя их возьму? С леса. В деревне. Есть фельдшерский пункт. Там аптечка, медикаменты. Все, что нужно. Там лентов, помню. А без антибиотиков он не доживет до утра. Отпусти меня. Я принесу. Раз, два, три. Я за лекарствами. Ты оставишься с ними. Если он умрет. Или ты сбежишь. Я тебя дойду. У меня в своей бани-то нету. Я к Василию ухожу жукварец. Захожу, а там такое. А браконьера не могли его убить? Что то? Конечно могли! Вышли все отсюда. Быстренько, быстренько, быстренько! Следы! Аккуратно! Ваксин, вытащите заточку. Не похоже на браконьеров. В лесу пристрелить гораздо проще. Крепкий был мужик. Так, Василий, а то и лесничий. Это кровь нападавшего. Его отбросили, он ударился о стену. Потом они протанцевали, а потом ему свернули шею. Как свернули, а? Как вы… Просто ручками, ручками взяли и свернули. А от лесника похоже убил кто-то другой. Удар заточкой, прямо в печень. Кривовато, некрасиво. Значит у нас кроме двоих убитых было еще трое. Или четверо. Похоже, у нас была женщина. Так у Василия дочка красавица. Правда, строгая очень. Никого к себе не подпускала. Значит, у нас было двое убийц. Только меня интересует один. Тот, который с сильными руками. Такие руки они редко встречаются, слава богу. То есть вы имеете в виду подставного Маркина? Да. Вы Wr accidental. Обратите внимание, вот это, это след от ботинка лагерного заключенного. А вот там, а вот это, это уже след от ботинка капитана Маркина. Размировые, один в один, по моей ориентировке. Высокий, статный, опрятный, форма капитана хорошо сидит. Это что? Где? Фельдшерский пункт. А это наш? Да, вроде наш. Вроде. Если свой отдали, считай раз, два, три. Быстро за ним! Стоять! Стоять, я сказал! Стоять! Понятно, у вас раненый. Стоять! 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 За мной! Какой-то дрянь не посыпано. Черт! Не догнали! Вот. Убов. Ударная штука. Что? Учебно-боевое отравляющее вещество убивает лошадь. Повезло пёсику. А, то есть Маркина спецназ дает судить? Больше похоже на действия разведки. Где список пассажиров? Ну, жду телефонограмму. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Ты как здесь? Да вот. Принес ты кое-что тебе. Поддержать. Ты-то как? Бардак такой. Бросьте эти пакеты. Не за что. Извини. Спасибо тебе большое. Я не знаю, что я бы без тебя делала. Просто никак собраться не могу. Ты чай хочешь? Помоги, пожалуйста. Да. Варька. Есть вести от Димы. Варя, если честно, мне не очень приятно получить вести от Димы. А флешка? Ты знаешь, где она? Варя, давай ты не будешь об этом беспокоиться. Варя, я найду флешку. Все будет. Слышу? Пойдем, я тебе бутерброд сделаю. Варя, я тебе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Варя. Варя. Слушай, слушай. Надо позвонить. Моей жене предупредить, он убьет его. Кого? Надо позвонить. Тихо, тихо. Слышишь? Тихо. Все будет хорошо. Ушла, да? Нет. Значит, Лек предложила. Ты же сказал, что не найдешь. Это отец построил. Когда он долго в лес уходил, здесь жил. Тихо. Спорт лагерь. Тихо. Говорю спать ложись. Я не смогу уснуть. Гоните мысли. Так случился б сегодня, никто не виноват. Заставь себя. Интересно, что же это такое нужно сделать с человеком, чтобы он стал таким, как ты? Каким? Отчаянным. Или отчаявшимся. Давай. Вот и пригодилось бандитское прошлое. Что ты примерно представляешь, где оно может быть? Без понятия. Я думал, может ты знаешь. Может, Дима что-нибудь об этом упоминал? Точно не припомню. Слушай, может, тут есть сейф какой-нибудь? Помнишь, как в кино? Прячутся за картинами. А ты в офисе искал? Я там все облазил. Она сто процентов здесь. Она должна быть здесь. Такое странное ощущение. Помнишь, как в детстве? Когда ищешь секрет, только сейчас никто не подсказывает, горячо или холодно. Да. Варки. Давай разделимся. Ты в той комнате посмотри, а я здесь. Валь. Валь. Давай. Утро. Здесь ручи недалеко. Я пойду водички принесу. Валь. 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 Ну, ты бегаешь со мной по лесу, и кто ты вообще такой? Капитан Маркин. Следователь по твоему делу. Поехал в лагерь поговорить. Следователя? Я видел следователя по моему делу. Он допрашивал меня в СИЗО. И это был не ты. Мне передали твое дело на доследование. Тогда почему ты помогаешь мне бежать? Валь. А тебе не все равно? Я пока единственный, кто тебе помогает. Нет, мне не все равно. Со мной у тебя есть шанс доказать свою невиновность. Но для этого нужно добраться до Питера. А без моей помощи у тебя ничего не уйдет. Все понятно? Ага. И какого холера мы здесь делаем? А? Позволь, задай тебе тот же вопрос. Как мило. Ребята, а я вам не помешал? А то в воздухе витает какое-то любовное напряжение. Ты все неправильно поняла. Валя, не оправдывайся. Я еще раз спрашиваю, какого хрена ты здесь делаешь? Полагаю, такого же, какого и вы. Только я помогаю Диме. А вы кому? Может, теперь команда? Заткнись, не пошел бы ты. Меня, в отличие от некоторых, вообще не было на месте убийства. Кстати, это вообще классика. Ранить себя для того, чтобы отвести подозрения. Ребят, я прошу вас не здесь. В тридцати километрах отсюда есть райцентр. Там поселок. Там стоит вазик. Стас отправляется туда. Вы должны его опередить. Ну, кой райцентр? Какие тридцать километров? Ты на ногах еле стоишь. Потому что ты идешь или нет? Из четверых сбежавших двое убиты. У нас остались Дмитрий Воронков и Стас Суслов. Даже если они идут разными путями, то все равно к одной цели. Вопрос какой. Сколько от нас до железной дороги? Ну, километров сто. Ну, сто пятьдесят максимум. Пешком не дойдут. Значит, где-то их ждут колеса. Вопрос где? Надо расширить зону поиска в два раза. И перекрыть все подъездные дороги к трассе. Места здесь глухие и люди бедные. Весь автотранспорт наперечет. Вот. Ищите машину, Ватсон. Давай. 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 Не надо. Давай я помогу. Все. Да не надо, я сам справлю. Что ж себя так подстягивает-то, а? Любовь. Слово такое знаешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Беги. В смысле? Когда ты побежишь, я прострелю тебе коленку. Никуда я не побегу. Лучше я прострелю тебе обе коленки. Я тебе сейчас скажу, что другое прострелю. Ты что, ментов, ты сбрендила? Начальник, останови меня в пределах! Владимир, а вы что делаете? Стоять лично на месте! Да не знаю я ничего! Подрядили парнишку проводить до Питера! У меня мало времени! Жорж! Жорж попросил. Денег обещал. Проводить его до поезда. Там все схвачено. Поезд. Архангельс Питер. Вызывайте вертолет. Алла Владимировна, ну нельзя же так, а? Поставьте эти сопли! Вы его дело считали? У него шесть разбойных нападений и три трупа. Вы серьезно полагаете, что я должна тратить на него свое время? Да, но… Никаких «но». На этой работе еще не такого насмотритесь. Лучше залейте бензин в УАЗик и привезите мне этого. Жоржа. В смысле привезите Жоржа? Он на зоне Аллы Владимировны. Выполняйте приказ, лейтенант. Как хотите, но Жорж должен быть у меня. А заодно проверьте, чтобы на всех трассах стояли кордуны. С этим что делать? Вернуть на нары. Но прежде составьте фоторобот нашего спеца. Есть. Да, я не знаю, но я истинный, а я разумился в Средь. Надо машину поменять, надо спасить трассе ищут. И как ты собираешься это сделать? Ребята, вы что обалдели? Капитан Маркин, пресследуемость сближавшего преступника нужна ваша помощь. А что не на своей? Бензин кончился. До станции нужно. Летим вдоль трассы, до вокзала. Понял. А кто у вас сбежал-то? Через каждые десять километров кордона стоят. Какой зверь? Леха. Полные отморозки сбежали, Леха. Двоих поймали, один хитрый. Ничего, мы его на станцию перехватим. Ребята, перед поворотом на четырех восемьдесят пятом, кордон. Унимательный. Минимум час простой. Опять шештят. Да. Тормозить не надо, Леха. Давай так, потихоньку поворачивай его туда. Будем искать адрес. Понял? Понял. Договорились? Ага. Монтировку брось. Значит, другу твоему конец. Брось монтировку, парень. Я же сказал, мы полные отморозки, нам терять нечего. Я понял, я понял. Забери. Давай. Вот так. Вот и правильно. Жизнедорожки ростят. Горчим. Ага, сейчас. Жизнедорожки. КОНЕЦ Мы здесь можем посадить? Это капот машина Тогда давай сажай Не вопрос так, кто отвечать будет? Я Там станция, пойдем Куда гнали фуру? Я только монтировку достал, а он говорит, мы отбороженные полностью Нам терять нечего, а нам-то есть, что терять, понимаете? Куда им надо было? Да я бы ему башку проломил Тихо! Повторяю свой вопрос Куда они ехали? Им объезд нужен был Подожди, помнишь, он сказал, на станции На станции они его перехватят На станции? На станции, точно, на станции Возьмите на базе, это робот подозреваемого Сравните его с показаниями этих потерпевших А потом разошлите, куда только можно Есть Он говорит, нельзя, не положу, у нас инструкция Я ему говорю, если вы мне сейчас не отдадите Жорже И он такие неприятности устроил Послушайте, Ваксин, вы просто выполнили приказ Где Жорж? Прямо по коридору Только это было непросто Абва Владимировна О, здорово, Ваксин Говорят, ты Жоржа с зоной привез Как удалось-то? Да, и че, сыгну Вырубил всю охрану, небось? Ну ты герой, блин Я просто приказ выполню Это вы устроили побег Ведь без вашего ведома Крыса на зоне не пискнет Как вас зовут, красавец? Подполковник Кириленко Алла Владимировна Так вот, Алла Владимировна Я не падок на комплименты Давайте сразу к делу Почему бы вам не спросить Какая мне выгода Организовывать побег Воронкова? Оказывается, дело в выгоде А я-то думала, вы на благотворительных началах Не стройте себя дурочку Вы же понимаете В моем мире и моем положении Дело именно в том Что и от кого я могу получить И что же вам мог предложить Воронков Сейчас меня больше интересует Что мне можете предложить вы Мне тут посылку с лекарствами должны подогнать А гражданин начальник упирается Следи за языком Тарасов Иначе найдешь себя В полярной сове Я же сказал Не строй из себя дуру Не нравишься ты мне, Алла Владимировна А это совсем не в твоих интересах А я не денежная премия Чтобы всем нравиться А всем не надо Ты мне понравься Тогда и посмотрим Что тебе Можно узнать о побеге Воронкова Я посмотрю Что можно сделать Ну вот и ладушки Парень ищет какую-то флешку Говорят, больших денег стоит Ну и как же ты узнал об этой флешке? Некто Павел Заказал прессануть паренька Ну а дальше Зона слухами полнится Значит, Воронков бежал Чтобы найти флешку Не знаю, зачем он сбежал Но флешку ему придется найти По-любому Мы закончим Понравится мне Это долгосрочное обязательство Не думаю, что мы закончили Алла Владимировна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не расслабляйся Не расслабляйся Зараза Черт Слушай, ты сказал, что Мои дела находятся на доследовании Есть версии, кто убил моего брата Ты что, так ничего и не вспомнил? Нет Только вспышки Но я точно знаю, что это не я Во всяком случае, можно случайно Проверили, все чисто Проверили весь поезд Посторонних не обнаружено Они должны быть сделать Они знают, что их ищут Они знают, что будем шерстить состав Наверняка где-то затаились И решили дождаться следующего поезда Нет Могут поехать в другой город Не обязательно в Питер Нет, не могут Посмотрите, когда тошно Проводники проверяют билеты Так, вы закончили? Я должен отправлять поезд Нет, мы не закончили Дайте команду о задержке поезда Это невозможно Любая задержка ЧП Да послушайте, вы Вы понимаете, что задержка этого поезда Может привести к сбою В расписании всех остальных поездов Да это же будет транспортный коллапс Я должен отправить поезд И в конце какого Не вам же отмечают Не вам, а мне отмечают Вот у тебя есть Братья или сестры не важны Тебе название не учили, что длинный язык Самый грубший затягивались Конечно И еще говорили, чтоб никому не верят Тихо Что за люди И кого сюда понесло-то Ну что они тут забыли, а? Локомотив тоже досматривали Еще раз досматривали Они здесь были Отправляйте застав Дежурный 92-39 Отправлять готов Проверьте каждое кубе А там еще среди милиционер А там еще среди милиционер Но я ее не смогу Смож Они за ними сниверованы пистолетели Были обнаружены отпечатки пальцев Всего одного человека Видите, как стреляли Врага Совершение уничтожено Убийство Дорога По моей команде Раз, два, пять Я тебя не буду Я стрелял Что ты имеешь? Это я брата убил Я стрелял Я стрелял Я стрелял Прыгай, чьи ебовы Мне оставаться надо Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Ну что, поехали? Поехали. Не люблю я эти срочные задания. Не пожрать толком, не поспать. Ну так службы? Нет. Этот ход тихий, не то что в прошлый раз. Извини, служивый, в другой раз расскажешь. Я никуда с тобой не пойду. Понял? Пока наискаешь, что ты такой. Я тебе говорил. Да ты врешь, следователь. Мне все, как я тебе рассказал. Ты наемник. Где послали за флешкой? Я не знаю, где она. Ты же можешь меня грохнуть. Слушай, если бы я хотел тебя грохнуть, представь, столько возможностей у меня для этого было. Главное, вопрос не кто я, а зачем я здесь. Мне нужно доставить тебя в Питер. Зачем? Кто тебя послал? Твой друг. Нет у меня друзей. Как видишь, есть. Какой смысл в том, что я бежал? Это из-за меня умер, брат. Я ничем никому не смогу помочь. Если тебе станет легче, ты не убивал брата. Чего? Откуда ты знаешь? Можешь мне поверить, я в этом разбираюсь. Хочешь узнать правду? Поехали со мной. Хорошо, только с одним условием. Сначала мы заедем к жене. Зачем? Это мое дело. А почему ты думаешь, что ты убил Артема? Вспомнил что-то? А почему я должен тебе это говорить? А лучше мне, чем прокурору. Я более доверчивый. Тебе приказали отвезти на Питер. Всполняй приказание. Вот это правильно. Все должно быть в меру. И доверие, и осмотрительность. Ага. А с этим что? Жить будет. Я смотрю, продукты в холодильнике так и лежат. С прошлого раза не тронуты, да? Меня тошнит от еды. Я не могу готовить. Я принес на тебе суши, супчик. Ну, все, как ты любишь. Давай. Я не хочу. Я не хочу. Я совершенно запуталась. Все, во что я верила, обратилась в пыль. Все мои близкие люди превращаются в чудовище. Мой муж обвинен в убийстве собственного брата. Лучшие друзья ненавидят друг друга. Варя, я не знаю, что произошло с Димой. Я не знаю, почему Матвей харкает ядом. Но я знаю одно, Варя, что мне ты можешь доверять. Тебе просто нужно все перечеркнуть. Все забыть и начать новую жизнь. Ты перечеркнул? Ты забыл? Послушай, Варя, я никогда не прощу Диме смерть Артема. Если бы не Тема, я бы уже в тюрьме давно гнил. Если бы не Тема, не было бы фирмы, не было бы тебя, не было бы ничего, Варя. Причем тут я, Паша? А при том, что я уже один раз позволил тебе выбирать между нами. Больше, Варя, я такого не допущу. Горька, давай уедем, а? Ну, уедем вместе, начнем новую жизнь с чистого листа, слышишь? На какие шиши, Паша? Ты уже сказал, что деньги будут. Столько, сколько нужно. О чем ты говоришь? Какие деньги? Ты в долговой яме. Я найду эту флешку, Варя. Слышишь, Варя? Он меня вырубил, дальше ничего не помню. Кто? Да водила. Кабан здоровый. Кокачуху сразу позвонил. Он? Да похож, Ройк. Вроде или похож? Похож он. Точно он. Ориентировка на Воронкова и на вот этого должна быть у каждого полицейского, у каждого охранника, в каждой паршивой забегаловке и гостинице. И пусть на местном телевидении из-за хорошего сделают звезд экрана. Хорошо. Ориентировки разосланы, по телевизору каждый час показывают. Ну вот и все. Да. А я вам сувенир купил, чтобы, ну, на память, чтоб вы мне… Не мямлите, Ваксин. В самолете расскажете, за что вы меня будете вспоминать. В каком самолете? Вы летите со мной в Питер. А почему? А почему? Это же ваше дело. Ну, вам же не нравится, как я работаю, вы все время срываетесь на меня. Да, мне не нравится, как вы работаете. Потому что вы можете работать лучше. Потому что вы любите свои дела, как капитан Маркин. И я. Семь утра. Почему не разбудил? Не устал. Да и недалеко мы уже. Останови. Тебе спасано. Или да я поведу. Я вожу сам и отвечаю все. Спросили передать вам. Здесь информация о пассажирах с рейса. Угу. Так. У троих стопроцентное алиби. На остальных есть фотографии с камер. Ну и в аэропорту бы пробили их по системе распознавания лиц. Потом по базам. Ага, есть. Денисов Николай Григорьевич. Данных нет. А может он на спецслужбы работает? Ну, во-первых, я сомневаюсь, что это его настоящая фамилия. Паспорт, скорее всего, поддельный. А во-вторых, может быть он и работал на спецслужбы. А сейчас он просто наемник. А почему вы так думаете? Для спецслужб слишком много шума. Давно бы уже вмешались бы. Что? Вполне возможно, он бывший разведчик. Вот посмотрите эти фотографии. Вот видите? Вот видите здесь след от удара на шее? Ну? Этот удар нанесен ребром в ладони. А обычный десантник, он бы просто дал кулаком в нос. А тут видите, как красиво сработано. Надо бы скорее найти этого Денисова и понять, кто ему заказал Воронкова. И организуйте мне, пожалуйста, встречи со всеми фигурантами дела Воронкова. Вот. Сделай. Кровать одна, но большая. Вода горячая, белье чистое. Тысяча рублей, деньги вперед. Благодарю вас. Отдыхайте. Только вот кровать-то одна. Спать будем по очереди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алло. Алло. Алло, я вас не слышу. Говорите, пожалуйста. Димка, это ты? Димочка, милая, я тебя чувствую, это ты. Дима, скажи, где ты? Я прошу тебя, Дима, скажи. Это кто там? Говорит, Говорит. Там, Паша. Тебя хотят отравить. Это последнее, что я хочу сказать. Не верь, Паша. Ларя, это Дима звонила? Нет, кто-то ошибся просто. Ты иди спать ложись. Вчера она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Мужики, полтинник не займёте, а? Согреться чисто. Пьянь, с тебя не хватит? Да замёрзся, согреться надо. А? Полтинник жалко, что ли? Бежим! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ключи в кармане. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Па! Выстрел в голову. Пулевое отверстие в центре лба. Учитывая расстояние, такой выстрел не мог быть случайным. Стрелял профессионал. Так, а теперь Жуков Павел. Дмитрий Воронков дважды стрелял в меня, в серверной. Ваксин, идите в серверную и выйдите по моей команде. Пах! Пах! Ваксин? Да? Кто стрелял? Твой? Ну почему я-то? Ну потому что никого нет в комнате, кроме вас. Но вы же не видели меня из-за стеллажа. А, то есть вы думаете, в комнате был тот четвертый? Возможно. Единственное, что можно сказать точно, это то, что стрелял человек, который умеет владеть оружием. Да и откуда сопляк-программист мог достать незарегистрированный ствол со спиленными номерами? Угу. Куда мы едем? К другу. Мы же договорились. Мне надо увидеть жену. Ей угрожает опасность. Ты понимаешь, это ли ты, придурок? Понимаю. Но мы не можем рисковать. Тебя всюду ищу. Тебя тоже. Молодец. Кабинет Кириленко где? Ну, туда. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Десять лет назад вы в драке ножом ранили человека. И получили за это два года. Условно? Ну, да. Благодаря хорошему адвокату, которого для вас нанял Артем Воронков. И? Да я был в банде. Да, Артем меня вытащил оттуда. И что? Артем вытащил вас, и поэтому вы убили его. Чтобы не быть обязанным. Слушай, ты за такие слова я раньше знаю, что с тобой бы сделала. Ага. На, делай. Если вы считаете, что я виноват, почему тогда Дмитрий в тюрьме сидел, а? А вы уверены, что Дмитрий Воронков убил Артема? Да, я уверен. То есть вы видели, как он стрелял в вас и в Артема? Вы своими глазами видели? Нет, я не видел. А звук выстрела вы слышали? Нет, я не слышал, потому что на пистолете был глушитель. Как мне потом сказали на следствии. А какой мотив был у Дмитрия Воронкова убивать Артема? Все говорят, что он боготворил своего брата. Да, боготворил. До поры до времени. А когда денег не стало, и банк мог выселить из хаты. Вот тогда-то нашему Димочке крышу-то и снесло. Почему? Воронков-старший отказался продавать разработку. Потому что он считал, что процент от продажи – это выгоднее, чем продать всю разработку какой-нибудь сторонней компании. А вы в этом были с ним солидарны? Нет, я с ним не был солидарен. Я ему просто доверял. Вы ищите флешку. А с чего вы это взяли? Слухами зона полнится. А… Вы заказали выбить информацию из Дмитрия Воронкова. А когда это не помогло, решили пригрозить Варе, чтоб додавить. Чушь собачья. Варе я никогда не угрожал. Но вы же сторонник силовых методов. А что, искать флешку – это преступление? Искать – нет. А вот убить с целью завладеть – да. Так вот я флешку ищу. И только. До свидания. Я надеюсь, вы мне позвоните, когда ее найдете. Это будет очень мило с вашей стороны. Искать. Послушай. Ты… У тебя есть жена? У тебя хоть кто-нибудь есть вообще? Ты кого-нибудь любишь? А? Мне надо увидеть жену. Я тебе помог. Теперь ты мне помоги. У меня. Я взanic от него. Я тебе помог люблю. Подписывайтесь. Используйтесь. КОНЕЦ. Это невероятная операция. КОНЕЦ. Ну, вот урод. Друг твой? Уже нет. Ну, да. Ну, ладно. Хотел ее увидеть, вот и смотри. Это все, что я могу для тебя сделать. Стой! Давай, давай! Удиви! Удиви давай! Чёрт! Простите за рождение. Я уже отвечала на все вопросы. Про побег я сегодня от вас узнала. А может быть, вы знаете человека, который в бегах с вашим мужем? Я даже не знала, что тут Дима не один. Скажите, а после ареста Дмитрия вы получали какие-то угрозы в свой адрес? Нет, ничего такого не было. А что? Да нет, ничего. Просто на допросе ваш муж беспокоился о вас. Нет, я ничего такого не знаю. А вы кому-то говорили, что вы беременны? Вам Дима сказал? Знаю только Диму. А ваш муж умел пользоваться оружием? Нет, что он даже яшницу себе не мог приготовить. Не то что стрелять. Паша у нас любил пострелять. Хорошо стрелял. Нормально. А вы с Павлом в каких отношениях? Мы друзья. Ну, он друг Артёма и Димы. Он друг Артёма и Димы. Друзья. А вы знали, что Павел заплатил сокамерником Дмитрия, чтобы те выбили из него информацию о местонахождении флешки? Нет. Паша такого не мог сделать. Точно не мог. Похоже, вы не очень хорошо разбираетесь в людях. Похоже. Похоже. Слышу, дядя Буря, это я, Дима. Дима? Дядя Буря, мне нужна ваша помощь. Дима, ты где? Дима, ты знаешь, что тебя ищет полиция? Мне звонили, приглашали явиться на допрос. Дима, мы не можем с тобой разговаривать по телефону. Боюсь, что мой номер на прослушке, не хочу тебе подставлять. Дядя Буря, я все понимаю, но я не за себя прошу, я за Варю. Я за нее очень волнуюсь. Пожалуйста, посмотрите за ней. Ей угрожает опасность, серьезно. Конечно. Конечно, Дима, не переживай. Обязательно присмотрю. Ты... Ты только не отчаивайся, Дима. Ты только не наделай глупости. Прошу тебя. Но ты же знаешь, что у тебя есть друзья. Я, Матвей, Павел. Паша убил моего брата. Угрожая тварей, приставил ко мне наемник. Павел, о боже. Ладно, дядя Буря, мне пора идти. Я прошу выполненную правду. Ты куда мебель делал? Дима? Продал. Вашими стараниями. Вот. Собрал тебе кое-какие вещи на первое время. Надеюсь, что-нибудь там подойдет. Спасибо. Если хочешь принять душ, там чистое полотенце на стиралке. Полно. Ага. До сих пор простить себя не могу, что меня тогда с вами не было. Когда узнал, летел на все красные повстречки. Да. Нас больше поговорить по душам. Ты тоже думаешь, что это он? Нет, к нему лучше не соваться. Да. Ты его не знаешь. Я все про него знаю. И про Варю? Я в душ. Я в туалет. Я пог Carlin. Ты кого-то не думаешь? Она не сказала. Я в Taraф aplicал. Я не могу. Я не могу. Ты меня. Я люблю. Я не могу. Да. Вы нарушили наши инструкции. Дмитрий не должен был ни с кем вступать в контакт. Изменились обстоятельства, я ничего не нарушал. Вы расслабились, и у этого будут последствия. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все чисто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только давай быстро. Проверили и ушли. У тебя светиться ни к чему. Все, давай. Не, а я там уже смотрел. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть. Не может быть. Ты где нашел? Все очень просто. Папия, древнерусских словарь. Действительно, все просто. Валим отсюда. Да, пошли. Надо поторопиться. Пошли, пошли. Все. Здорово, парни. Бородков не с места. Извините. Бородков, стоять! Бородков! Стоять! Бородков, стоять! Стоять, парни, бородков! Бородков, стоять! Стоять! Стрелять буду! Бородков, стоять! Да стрелять! Давай, машину! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и снова свидетелись, Алла Владимировна. Думал, что после того дела больше не услышу о вас. А вы, оказывается, любите поддерживать старые связи. Только в случае острой необходимости. Послушайте, по телефону вы мне сказали, что у вас мало времени. Это правда. Вы были правы в своей догадке. Этот человек действительно похож на нашего. Вы уже сделали официальный запрос? Да. Мне отказали. Государство нас оберегает. Впрочем, это не мешает любой уважающей себя разведке иметь досье на лучших из нас. Послушайте, у меня нет времени бодаться с официальными структурами. Вот вы лично. Вы же можете мне в чем-то помочь. Я не знаю этого парня. И по почерку он больше похож на диверсанта, чем на разведчика. Не вижу разницу. Разница есть. Оба действуют скрытно, но разведчик наблюдает. Ключевые слова неприметности, внимание. Разведчик никогда не вступает в прямой контакт без жесткой необходимости. А диверсант проникает. Прямой контакт почти неизбежен. Ключевые слова скорость и ловкость. Ощущаете разницу? А-а-а. А вот это уже интересно. Что? Это водитель автозака. Его вырубили одним ударом. Очень тонкий прием. Легко можно перестараться. Вещь известная, но малопопулярная. Чтобы убить эффективнее десантный нож, чтобы вырубить удар в висок. Я знаю только одного инструктора, который обучал такой технике. Сергей Васильевич Бирюков. Человек легенды. Ну, в узких кругах. Он уже на пенсии. Он должен вас предупредить. Он вам ничего не скажет. Ну, я попытаюсь. Говорите адрес. Зачем ты пришел? Я пришел защитить тебя от Димы. Будешь? Упу. Что? Че такая напряженная? Да нет, все отлично. Муж убийца в бегах. Самое время налаживать личную жизнь. А ты зря она, Варя. Ты ж не знаешь Диму. Так как знаю его я. Мне кажется, тебя я знаю еще меньше. В каком смысле? Я не думала, что ты можешь нанять бандитов, чтобы избить своего лучшего друга. Я старался ради нас, Варя. Пока никаких нас нет. Нет, есть Варя. И я тебя люблю. Ты это знаешь. Когда ты найдешь флэшку, твои поступки покажут, кто ты есть на самом деле и ради кого ты стараешься. Сергей Васильевич, я вам звонила. Один из ваших учеников натворил много бед. Мне нужно его имя. Спасибо. Даже не знаю, с чего начать. Может, не стоило приходить. Варя, мне звонил Дима. Он просил за тобой присмотреть, потому что он очень беспокоится за тебя. Я сама на себя присмотрю. Варюш, ну, рассказывай, с чем пришла? В общем, я начну прямо. Мне нужны деньги. Да, да, конечно, я тебя понимаю. Я помогу с деньгами. Но ты же родной мне практически человек. И у меня есть кое-какие сбережения. Мне не ваши деньги нужны. Я знаю, что у вас есть связи. Мне нужно, чтобы вы нашли мне покупателя на флэшку с программой. Постой, так ведь когда погиб Артем, ее же вроде не нашли. Ты что, узнаешь дело? Пока нет. Но я уверена, что скоро она будет у меня. Вы поможете мне? Варя, я не могу обещать, но поверь, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Дай мне знать, когда флэшка будет у тебя. Хорошо. Служили два друга. Они пришли вместе столько горячих точек и боевых операций, что практически стали братьями. В одном из последних рейдов один погиб. Другой попал в плен. Через несколько лет бежал. Но он для всех уже был мертв. И вот мертвец возвращается к жене и сыну. Сидит дома. Вспоминает погибшего друга. Муки плена. Пьет. И однажды пьяный садится за руль автомобиля. И попадает в аварию в горах вместе с женой. Он опять выжил. Жена погибла. Сына отдали в детдом. Держаться ему стало не за что. Он пошел в наемники. Человек без работы – не человек. Ваше время вышло, Алла Владимировна. Варя, я все прекрасно понимаю. Поверь мне, ты вправе начать жизнь сначала. Я тебя не осуждаю. Мне не нужно ваше понимание. Мне нужно, чтобы вы сделали то, что я у вас прошу. Просили привить инициативу, в общем, я наведлся на квартиру к Артему Воронкову. В итоге задержали Матвея Юркова. Он пришел на квартиру вместе с Воронковым? Дмитрию помогли скрыться. Спасибо. Ладно, садитесь. Ну и зачем вы думаете, Матвей помогает Дмитрию? Из-за флешки? Дмитрий – разработчик. У него вся программа в голове. Ему-то флешка зачем? Понимаете, флешку можно продать и сразу получить деньги. А программу в голове, ее же нужно еще восстановить. Так? Ну, идите, допросите тогда Юркова. А также прошерстите всю их документацию. И пусть он нам поможет быстрее с ней разобраться. Сделаю. И вот еще, Ватсон… Извините, я… я Ваксин. Вы, Ваксин, сообщайте мне, пожалуйста, о ваших инициативах. А то был тут у меня один такой инициатива. Нашли его труп в аэропорту. Хорошо. Что тебе надо-то вообще от меня? Ты… Что тебе надо-то вообще от меня? Ты… Тебе флешка нужна. На, забирай эту флешку. На кого ты работаешь, скажу? Да ты убил, брат, сука. Извини, ничего личного. Просто выполняю свою работу. Субтитры создавал DimaTorzok О, забирай эту флешку. Насколько тебе надо… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сынок, слышишь меня? Да что вы делаете, твари? Пошли, пошли! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Садись. Садись. Милый, боже мой, как ты похудел. Любимый мой, зачем ты сбежал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К тебе я соскучился. Кольцо принесла? Принесла. Один из токий бар, другой со мной. Воронкова брать только по моей команде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С тобой все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Правда, не переживай. Послушай, я прошу тебя, будь аккуратным. Паша хочет тебя отравить. Хочется провоцировать в выгидаже. Паша. Паша, это чушь. Паша вообще ничего не знает. Значит, как ты узнал? Он хочет тебя отравить. Этого не может быть, Дима. Боже мой, как вы надоели. Вы грызетесь, как две собаки, а я между вами. Спишь с ним? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свидание закончено. Что происходит? Без глупостей. Обойдемся без крови. Тихо. Спокойно. Полиция. Всем оставаться на местах. Командир, будешь рыпаться, все кафе положу. Тебе это надо? Ребят! Твою мать! Митя, возьми людей из отдела себе в комнате. Соберите всю возможную информацию обо всех погибших бойцах, проходивших подготовку Берякова. Также соберите все данные обо всех авариях в горах за последние пять лет, где погибла молодая женщина, а единственный сын остался сиротой. Ищите пересечения. Найдите мне его. Извини, улеклась. Что там у тебя? Угу. Гринбанк. Солидный банк. А знаете, кому он принадлежал в девяностые? Воронкову Михаилу Львовичу. Отцу Артема и Дмитрия Воронкова. Часть доли была также у Бориса Воронкова, дяди наших подопечных. Угу. В девяносто восьмом году Михаил погиб вместе с женой в автомобильной катастрофе. А дальше еще интереснее. После гибели брата во главе банка встал не Борис Львович, а некий Шульгин. Получается, что банку Воронковых отобрали. Получается-то так. Но тогда не странно ли, что дяди приводят племянников за кредитом именно в этот банк? Не странно. Борис Львович все еще числится в совете директоров. Борис Львович Я знал, что это ты. А тебя не удивишь. Хотя я попробую. Не трогай его! Не трогай его! Борис, Борис, не лезь идти в бацину! Убьешь его только со мной! Борис, не все кончено! Отстань от меня! Ничего с ним не гончено! Убери руки, скотина топоголовая! Рожа бандитская! Отстань от меня! Что? Отстань от него! Что? Что слышал, урод! Отпусти ее. Убери от него руки! То есть ты все это время была со мной только ради флешки? Была с тобой громко сказано! Положила голову тебе на плечо один раз! Позвала тебя переночевать в соседнюю комнату! Вот я баран. Да, мне нужна флешка для того, чтобы купить свободу мужа. А тебе что нужно? Чужая жена? Убить друга? Кто ты после этого? Дима! Юль! Варя! Твой муж убийца! Хуже! Он брата убийца! Слышь? Давай, расскажи ей, как ты убил Артема, а? Ну что ты, будь мужиком! Давай! Ты сам ничего не хочешь рассказать? А? Ты? Я нашел переписку с инвестором в своем компьютере. Что? Который хотел купить флешку. За хрень ты не свяжешь! Доказательства! Аккуратно сложенные в папке, у тебя в ноутбуке. Слушай, ты, я скопировал папку с компьютера Артема, вот и все. Она не открывалась. Это был единственный шанс. Доказать мою невинобность. Ты грохнул своего родного брата! И теперь хочешь отмазаться, а? Я брата не убивал, это ты сделал. Ты. Ты угрожал Варе, ты меня преследовал, тебе нужна была флешка, ты убил Артема! Пошел ты отсюда! Сволочь! Варе я никогда не угрожал. Варе я люблю. А пистолет в твоей руке я видел собственными глазами. Так что прощай. Нет. Умни. Нет. Брата я не убивал. Да поши. Он не врет. Это я убил Артема. Едешь со мной? Нет. Назад. Нет. Назад. Вы уж меня простите, что принимаю вас на кухню. Ой. Вы знаете, сейчас наступает самый ответственный момент. Вы знаете, если немного пережарю, то все, можно будет выкидывать. Эх, вот жизнь. Знаете ли, холестерин растет. Перешел на морепродукт. Ничего, я подожду. Интересная у вас коллекция. О. Долго собирали? Да уж, лет двадцать, поди как собираю. Но, знаете, сейчас, конечно, поступления все меньше и меньше в коллекцию. Финансовые возможности не позволяют. Но зато, вы знаете, стараюсь подбирать экземпляры необычные и с историей. Ух ты. А это что такое? Можно взглянуть? Да-да, конечно-конечно. Я сейчас подойду. Вы знаете, вот это действительно редкая вещь. На всю страну таких персней не больше десятка наберется. И что, стреляет? Ну что вы. Да, конечно, нет, к нему патронов не найти. Вы знаете, что интересно, даже неизвестно, кто изготавливал. Вообще, эти персни, ни на одном из них нет маркировки. Но на некоторых экземплярах встречается надпись. Фам Фаталь. Роковая женщина. Красиво. Правда? Ой, простите. Ай, я так и знал. Вот, все подгорело. Эх, можно выкидывать. Ну да ладно, ну да ладно, ну да ладно. Эх, простите. Ну, вы ведь не ради коллекции пришли. Правда? Да. Скажите, это ведь вы были поручителем по кредиту братьев Фаранковых? Нет. Я просто давал рекомендации. Шульгин знает меня. Вот я, собственно, к нему и обратился. А теперь, знаете, жалею об этом. Не надо было мне им помогать. Может, Артем был бы жив, и Димка не попал бы на нары. В девяностые годы во главе этого банка стояли вы и ваш брат. Угу. Да. А после смерти Михаила во главе банка стал Шульгин. Почему? А вы разве не знаете, как это делалось в девяностые годы? Меня просто взяли и отстранили. Они привели своего человека. Вот и все. Ну, оставили мне кое-какие акции. И на том спасибо. Кирилленко слушает. Алла Владимировна, я нашел Воронкова. Уже? Я, наверное, даже догадываюсь, где. Наверное, в том месте, где лейтенант Паксин нашел пулю в своей служебной машине. Не знаю. Напарник этот, Воронкова, ну, мужик-тоторок-то. Отбил его на. Беже? По изволенной самолюбии. Удал по шеи, как шкалерам, и свалил вместе с ним. Куда они поехали? Говори. В сторону области по выроскому шоссе. Понятно. Извините. Мне надо ехать. Довольно? Ну что, чикнориса хрена, начухались? Грузитесь в машину. Разворачивайся. Я не могу оставить Варю с ними. Поверь, здесь ей лучше не быть. Слушай, давай потом, сейчас я могу. А, Владимировна, машину преступников ищем. Но результатов пока нет. Почему меня это не удивляет? Детальная проверка показала, что Борис Львович Воронков числится в совете правления Балка. Хотя сам делает вид, что этот бизнес у него отобрали. Дядя приводит своих племянников в свой же собственный банк. Ну, может, просто хотел помочь? Зачем тогда это скрывать? Я вот тут порылась в архивах. Нашла некоторые материалы по делу о гибели родителей Воронковых. Это явно сказанное убийство. И выгодно оно было только одному. Борису Воронкову. Ходили слухи, что Борис Воронков в своем собственном банке отмывал бандитские банки. А доказать это можно? Дело старое. И концов не найти. Алла, Владимировна, я в записной книжке капитана Маркина видел упоминание о встрече с Борисом Львовичем. Получается, что дядя Боря знал, что Маркин хочет направить дело Воронкова-младшего на доследование. На 12-м километре Выборского шоссе произошло ДТП. Автомобиль врезался в столб линии электропередачи. В результате чего машина загорелась и взорвалась еще до приезда пожарной бригады. Как выяснилось, автомобиль был угнан сегодня днем, находящимся в розыске опасным преступником. Водитель с места происшествия скрылся, а пассажир, предположительно сбежавший из тюрьмы, Дмитрий Воронков, погиб. Сволочи, он еще и Димона завалил. Подробности смотрите в наших следующих выпусках новостей. Варя! Варя! Будь с ней, ты понял меня? Да. Ты слышишь? Я найду эту книгу. Варя. Даже журналисты быстрее нас работают. Я хочу, чтобы экспертизу трупа произвели немедленно. Я должна быть на сто процентов уверена, что это Воронков. Я сделал, как вы просили. Дмитрий Мюнер, флешка у меня. А теперь отстаньте от нас, сынок. Флешка точно у тебя? У вас есть только один способ это проверить. Хорошо. Мои люди договорятся с тобой о встрече. Нет. Теперь я оставлю условие. Только личная встреча. Я дам тебе знать время и адрес. Я нашел нашего наемника. Итак, я думаю, что наш объект это Герасимов Николай Васильевич. 1978 года рождения. Очень много совпадений по тем данным, которые вы дали. Досе разведчиков засекреченное. Но я нашел школьное фото. Посмотрите, как похоже. Слава Богу, наконец-то что-то появилось. Да, определенное сходство с фотороботом есть. Да. О нем крайне мало информации. Известно, что он служил в бригаде специального назначения ГРУ. Официально числится мертвым. Погиб в 2003 году. Это его жена. Погибла в 2006 году по вине водителя, который скрылся с места происшествия. Есть сын, 10 лет, воспитывается в доме ребенка в Новороссийске. Все правильно. Это единственная зацепка найти нашего неуловимого. Надо найти мальчика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Мы же договаривались, что вы будете один. Полагаю, что сейчас мы как раз одни. Ты ведь снял всю мою охрану снаружи? Да, и тех в машине задуман тоже. Вы так подготовились, как будто ко встрече с врагом. А ты друг? Я наемник. А у наемника нет друзей. Если не хочешь, чтобы он стал врагом, выполняю условия сделки. Даже не думай. Руки. Да ладно, ладно. Ты все получишь, как отоговаривались. Где флешка? У меня ее нет. Ты что, издеваешься? У меня ее нет, но я привел того, у кого она есть. Не смей со мной играть. Слышишь? Не смей. Мне нужна флешка, иначе сын твой сдохнет. Сегодня утром в состоянии у супермаркета автомобиль угнали. Записи видеокамеры установили, что это наш наемник. Николай Герасимов. Машину удалось следить вот до этого места за городом. Шоссе перекрыто с двух сторон, так что никуда он не денется. Знакомое место. Он поехал к Борису Воронкову. А вот, кстати, результаты вскрытия трупа. Воронкова. Я так и знала, что это не Дмитрий. В хрониках происшествия есть информация о том, что из похоронного бюро украдено тело. Лично я думаю, что это именно тело и есть. Вызовите к дому Бориса Воронкова группу захвата. Я думаю, мы сможем взять из заказчика. Неожиданно. Да, Дима, Боря. Дим, мне сообщили, что ты погиб. Дима, что происходит? Кто этот человек? Ну, ты сам должен прекрасно понимать, кто этот человек. Да ты заказал тюм. И ты хотел купить программу. Это была твоя сделка. Личная сделка. Вот что ты нам хотел рассказать, Тёма. Дима, ну что ты такое говоришь? Я никогда бы не стал убивать племянника. Ну, тогда эта штука тебе не нужна. Нет. Отдай его. Она же тебе не нужна. Дима, не упрямься, а то... А то что? А то закончил так же, как мой брат? Да, так же, как твой упрямый брат, отказавшийся от сделки. И так же, как твой упрямый отец, который все время отказался от выгодного предложения. Так, значит, это была не авария. Дима, пойми, эта программа стоит миллиарды. Да я не хочу ничего понимать. Я просто хочу ее уничтожить. Ля! Такая маленькая пуля. Столько крови. Прямо сердце попало. Сейчас кровь вызов. Сейчас держи. Я не успею. Не успею. Черт, черт. Я Ярослав Николай Васильевич, 78-го года рождения. Я наемник по заказу Бориса Львовича Воронкова. Убил его племянник Артема Воронкова. Из-за этого убийства был необоснованно осужден его брат Дмитрий. Так же я убил следователя Константина Маркина. Прикрываясь его в имени, помог Дмитрию все решить побег. За что заказчик покушался на мою жизнь, и мне пришлось убрать Бориса Воронкова. Дмитрий ко всем этим обстоятельствам не причастен. Вот и все. Все будет хорошо. Тебе все будет хорошо. Жену береги. Я свой не изберег. Надеюсь, теперь простишь. Позабудься о сыне. Обещай. Он один совсем. Обещаю. Добро. Погоди. А вот. А вот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дима, Дима, живой, живой, мальчик, мальчик, сказать, что ты погиб, любимый мой, любимый. Вот это фильм. Мы тут к дяде Боре приехали, насчет твоих похорон посоветоваться, а ты тут живой. Как раз дядя меня чуть не похоронил, ему нужна была флешка. Он хотел владеть через основное лицо. Кто, дядя Боря? Да. И что, ты отдал флешку? Нет, флешка осталась у меня. Молодчина. Я знал, что ты кремень. Ну и скажи, что дядя? Дядя мертв. Вот это поворот. Вали, Макс. Быстрее в машину. Пристегнись. А я задний пристегиваюсь. Теперь будешь. О себе не думаешь, о ребенке подумай. Пристегнись. О ребенке? Ну вы даете, ребят. Сюрприз на сюрпризе. Да. Наверное, мой? Нет, не мой. А, значит, мой. Дать? Ага, дай. То есть ты все знал и молчал на суде, да? А что мне осталось сделать? Я не хотел, чтобы и меня тоже грохнуло. Что происходит? Твой дядя жесткий человек. А так, Борис и Львович обещали мне процент с продажи программы. Вы же оставили меня без гроша из-за ваших амбиций. Я думал, у меня остался хоть единственный друг. Друг? Да я вас всех ненавижу. Другом одни гении. Ты гений-программист. Артем типа гений-менеджер. Пашка, хоть и бандит, но тоже у вас в почете. А я так, принеси, подай иди нафиг, не мешай. Никто никогда из вас за ровню меня не считал. Но ничего, в итоге я вас всех поимел. И дядя твоего тоже. Томога, паха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, давай. Скорей, скорей. Ты нормально? Тихо, тихо. Пойдем. Стоять! Гони флешку. Все. Спокойно, спокойно. Давай флешку. Сейчас. Сейчас. Вот. Да, да. Вот и славно. Чего ты ржешь? Чего ржешь, говорим? Флешка пустая. На ней ничего нет. Что? Ты же забрал его, Артема. Да, забрал. Но на флешке только заставка. Приветствую. Здравствуйте. Вам, вам и все. Где программа? Программа где? Программа погибла. Вместе с сервером. Во время погрому. Так что все осталось у меня в голове. Ты проиграл. Ты врешь. Ты врешь. Девочка, его не надо. Привом. Его не надо. Пошел на свою руку. Не встань. Затем. Воронков. Вы пойдете по делу как свидетель? Или как обвиняемый в убийстве? Да потише, потише с ним. Он и правда ведь свидетель. Продолжение следует. Ага, Владимировна, пришли проводить меня лично? Да уж, решила проводить и поздравить с повышением. Большое. Вы только не зазнавайтесь, Макс. И главное, не забудьте проставиться, у нас в Питере Скупердяев не любят. Когда я вас еще буду? Так может тогда и не уезжать? А вы знаете, я, кстати, бы задержался, мне здесь понравилось. Ну-ка, дайте-ка ваш билетик. Запрос о вашем переводе в Питер отправлен еще утром. Вопрос с жильем решен, работать будете вместе со мной. Очень приятно иметь свое дело. Счастливо. Ну что, есть контакт? Есть и контакт, и контракт. Отлично. Первый международный контракт на четыре миллиона. Неплохо. Слушай, как ты их уговорил, а? Мы предложили им то, от чего они не смогли отказаться. Так, кто от чего не смог отказаться? Контракт подписан. Артем бы тобой гордился. Молодцы ребята. Спасибо. Ты меня обещал в кино сводить. Кто? Ты. Вон, ребята, у вас тут семейная. А у меня дела. Пойду. Ну, на что пойдем? На мультики. Ну, если мужчина говорит на мультики, значит на мультики. Ну, давай руку. Ну, и пойдем. Пойду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok